Утро на Болткоме Продолжается утро на Болткоме, и мы сейчас поговорим как раз-таки про конкурс, который проходит в это время, вот в Kids Awards. Приятно, что несмотря на такие сложные условия, эпидемиологические, то, что нас расселили по разным пространствам и сократились контакты до минимума, тем не менее, вот продолжается такая возможность творчества. Может быть, мы попросим несколько слов рассказать про вот что сейчас происходит на Kids Awards, как определяются победители, в чем состоится вот смысл этих всех каких-то творческих соревнований. Вот педагога и педагог по вокалу Тамару Цаурун Кубуле. Здравствуйте, доброе утро, как слышно нас? Доброе утро, слышно хорошо. Вот, может быть, Тамара, вы расскажете несколько слов и представите наших гостей, эту группу в очень необычную участниц? Да, конечно. Эти девочки — это вообще замечательные, очень талантливые участницы конкурса. Впервые в этом году мы решили ввести инструментальное исполнение, и девочки из группы Drummer Girls из города Саласпилс, они играли на музыкальном инструменте маримба. И для нас это тоже было впервые в новинку, и очень потрясающе. Я хочу сказать большое спасибо их преподавателю, о котором они чуть попозже смогут подробнее рассказать. На самом деле, несмотря на непростое время, у нас все получилось, у нас все удалось. В воскресенье было награждение всех детей, всех, кто стал лучшими в своих номинациях. Как это все происходило? Пока мы успели сделать еще очно отборочный тур, дети приезжали в свое время в определенное, чтобы не было никаких кучкований людей. Это все происходило в торговом центре «Альфа». Там принимали участие члены жюри, которые сидели и выбирали лучших исполнителей в том или ином направлении. Затем уже дети, участники конкурса приезжали на студию. Мы это все записывали на студии звукозаписи, обрабатывали, монтировали с видео, и уже более профессиональное видео с профессиональным звуком выкладывали на голосование уже людей. И сами дети, их родители, естественно, их поддерживали и помогали в раскрутке себя. Потому что в наше время это очень важно. Важно не просто, чтобы выложить видео, например, и показать о себе. Нет, еще очень важно, конечно, себя... Презентовать. Уметь, да, презентовать. Да, спасибо большое. Вот скажите, были ли какие-то еще открытия этого конкурса? На что, какая цель этого конкурса, вот задачи его, которые ставили организаторы? В первую очередь, конечно, сделать такую экскурсию в творчество, потому что вообще выступление, это всегда интересно, интересное выступление на публику. И не только на публику в наше время сейчас очень важно. Вообще у нас сейчас время быстрого контента. И очень важно дать ребятам понять, что не только живые выступления важны, но и продвижение себя в интернете. И как раз-таки здесь, в данном случае, часть конкурсантов имела такую возможность. Ну и, конечно же, нас поддержал информационный портал «Латвийский», который, в свою очередь, тоже популяризировал наших конкурсантов. Ну вот, может быть, мы сейчас попросим девушек, это Елена Богаченкова, Иева Опола и Вероника Лосева, драмер «Герлс», тоже рассказать о себе. Я знаю, что вы из города Саласпилс. Вот каким образом вы объединились, нашли друг друга, и почему вот так необычно, такой необычный инструмент, это не какие-то и струнные, и там клавишные, а вот именно вот такой маримба. Как это все произошло? Кто будет отвечать на вопрос? Что-то я так не понял. Вас не слышно, девочки? Елена Богаченкова. Да, может быть, поближе к микрофону только попросим, потому что плохо слышно немножко. Я вообще, когда в музыкальную школу поступала, то мне было очень интересно попробовать поиграть на барабанах, было интересно, что-то новое для себя. И я тогда познакомилась с Вероникой Лосевой, мы с ней года два вместе общались, мы с ней играли, ходили все время в музыкальную школу, и потом познакомились с Евой Оповой. И потом Ольга Дрейман, наш педагог, он решил сделать из нас троих ансамбль. Объединить нас в группу Dremel Girls. А каким образом происходит ваше выступление? То есть вы играете, а играете на маримбо, барабаны, а какие произведения вы играете? Это просто литмы или это что? Мы подбираем, ищем красивые ноты, чтобы у нас все красиво сложилось, и пытаемся это сложить в одну отличную композицию, чтобы все звучало. Откуда вы берете произведения, сами придумываете, или это какие-то уже готовые написанные? Да, это готовые, ищем либо в интернете, либо какие-нибудь достаточно старые, ищем в разных книжных нотах. Как вообще происходят репетиции? Насколько я понимаю, ударные инструменты – это один из самых сложных для соседей музыканта, музыкальных инструментов, и обычно соседи не очень довольны тем, что ребенок там занимается такого рода творчеством. Где проходит репетиция? Ну, у нас, у Евы и у меня, у нас частные дома, и вроде пока соседи не жалуются. Соседям очень нравится, что мы играем, и да. В детстве, ну, я не знаю, совсем в детстве, вот как вы пришли к этим ударным инструментам? Обычно ударники вспоминают, что они по кастрюлям лупили там ложками, или что-то вот такого рода. Да, у меня мама в детстве… Ну, маме надоело то, что я играю по всему, чем… по всему, что могу, и она меня отдала на барабаны. Как у вас? Я тоже любила в детстве всякие ритмы где-то настукивать, что-то сама придумала, какие-то композиции по разным книжкам, по диванам, по кроватям, и тоже решились куда-нибудь в музыкальную школу. И я тоже, как бы, ну, по всему играла, мне очень нравилось всякие ритмы свои придумывать, и мне тоже, как бы, мы решили пойти на барабаны. Нет ли желания самим что-то придумать, какие-то интересные ритмы? Я не знаю, обычно это… Вот для меня всегда кажется, что это невозможно же запомнить вот эти все ритмы. Как это происходит в голове, как это записывается нотами, я просто даже не представляю. Ну, это достаточно, ну, несложно и нелегко. Тебе нравится, ты играешь, что-то придумываешь, и можешь просто записать это. Что? Что такое маримба? Вот как это выглядит, этот инструмент? Маримба – это как силофон, только побольше. Побольше и деревянные клавиши снизу с большими трубками, чтобы был звук. Понятно. Как проходят ваши выступления? То есть, насколько это… Ну, вот перед какой аудиторией вы уже выступали, может быть? Ну, у нас часто в музыкальной школе устраивают концерты, и то есть мы идем просто… Большой актовый зал, да, и родители приходят, гости приходят, и мы… Педагоги музыкальной школы. Да, и мы играем на концерте. Что это за произведение? То есть, это какие-то популярные мелодии, это классическая музыка, что это? Есть разные. Обычно, если ты не до конца понимаешь или не знаешь, то ты можешь попросить у педагога, чтобы он тебе выбрал песню. Он обычно ищет в нотах, которые были давно записаны. А если ты прям, ну, навострился, нашел себе песню, то ты можешь ее достать из интернета. Насколько, вот заглядывая в будущее, вы видите вот будущее своей группы, своего ансамбля? То есть, насколько это… Чем вы собираетесь заниматься, может быть, дальше? Ну, мы бы очень хотели вместе, ну, дальше так продолжать играть, чтобы людям как бы нравилось то, что мы играем. Можем развиваться дальше, пытаться придумывать свои песни. Да, ну, а есть ли какие-то, вот, может быть, возможности сотрудничества, коллабораций с другими музыкантами? То есть, скажем, если вас не, ну, не засматриваются ли на вас другие музыканты, которые могут предложить, например, с какими-то эстрадными инструментами, просто как такую ритм-секцию вас именно вовлечь в какой-то большой ансамбль? Нет ли таких планов? Ну, не знаю, но пока что нам очень нравится играть втроем все. Придумывать новые песни, и когда нет времени развлекаемся, тоже придумываем что-то интересное. Что вы придумываете? Ну, мы, например, у Вероники было произведение, она играла на маримбе, и нам было просто скучно, и мы решили, как бы, ну, просто придумать что-то. И выучили все вместе, кто-то сыграл бас, кто-то сыграл середину, но нашему учителю-педагогу это не очень понравилось. Понятно, но, может быть, все еще впереди. Как вы, вот я знаю, что вы посещали летний музыкальный лагерь, и там тоже проходили какие-то концерты? Да, в конце каждого лагеря у нас, в принципе, он недельный, либо пятеринерный. Большой концерт есть. Большой концерт, там, где собираются все те, кто участвовал, и, в принципе, собираются в разные ансамбли и играют вместе. Ну что же, желаем вам удачи, дальнейших вот успехов, может быть, даже записать какие-то интересные, сделать записи, может быть, сотрудничество с другими музыкантами. Конечно, хочется, чтобы вот о вас узнали побольше, и вы дальше выступали на каких-то интересных мероприятиях. Вот возвращаясь, может быть, к Тамаре. Тамара, да, скажите, вот насколько этот конкурс Kids Awards, вот он важен для самих участников, насколько он открывает дальнейшие какие-то, не знаю, возможности, перспективы, двери, вот насколько привлекает к победителям, к призерам, финалистам внимание? На самом деле, в первую очередь, нам очень важно их вдохновить. Вдохновить этих участников всем, чем только можно. Это начиная от простых выступлений на отборочных турах и заканчивая, конечно, грандиозными финалами. В этом году, к сожалению, не получилось сделать то, что было задумано и то, что делалось уже в прошлых годах. И вот как раз, когда вы говорили о коллаборации с другими музыкальными инструментами, это у нас одна из финальных частей данного мероприятия, потому что в конце у нас дети участвуют с музыкантами, с инструментальным ансамблем. И пока что у нас были только вокалисты, которые пели еще и в дуэте с популярными латвийскими артистами. Вот для них это, конечно, было ненормальное вдохновение. И я видела дальше, как развивалось их творчество. Обязательно я слежу не только за своими учениками, но и за другими. И, конечно, это не может не оставлять равнодушным. И хочется делать дальше еще больше. И в этом году у нас также поддержка среди определенных спонсоров, которые тоже поддерживают нашу молодежь, помогают. И да, это, в общем, такое мероприятие, которое носит в себе много-много хороших, позитивных моментов. И все это, конечно, направлено на детей, на их развитие. И, например, в следующем году, дай бог, чтобы открылись все границы, в следующем году у нас, помимо того, что будет в Латвии Kids Awards, будет и в Москве Kids Awards. Должен был быть уже в этом году, но по обстоятельствам определенным это переносится до лучших времен. Это будет один конкурс или это будет какой-то отдельный от нашего конкурса, в котором будут принимать участие просто участники нашего? Вот если говорить про Kids Awards в России и Kids Awards в Латвии? Это будет, наверное, скорее всего, один конкурс. Просто в данном, в этом году мы сделали в нескольких городах, а в следующем году уже в странах будет, потому что уже тоже очень много договорено мест артистов и с аппаратурой, в общем, много организационных моментов, которые уже договорено, просто ждем лучших времен. А в прошлом году, да, в прошлом году наша одна из участниц Kids Awards получила поездку в Грузию, в музыкальный лагерь. Соответственно, тоже там полностью была оплачена и поездка, и проживание, и участие в лагере. И в этом году у нас тоже один участник выиграл поездку в Москву. Так что ждем только теперь открытия границ. Насколько вот это участие в конкурсе Kids Awards предполагает, что ребенок вырастет музыкантом, или это нужно... Ну, предполагаете ли вы, вот какой процент из тех, кто принимает участие, они станут профессиональными певцами, музыкантами и так далее, а для кого это будет просто, может быть, возможности творческого развития личности? Вы знаете, наверное, здесь, здесь, конечно, много факторов влияет, но в первую очередь это труд самих детей и, наверное, их наставников, да, то, как преподаватели поддерживают, то, как преподаватели ведут по данному пути. Наверное, скорее всего, здесь больше, вот данные аспекты будут влиять. И, как я тоже говорю и многим своим ученикам, что, в принципе, 20% таланта, а остальное все труд. Только благодаря труду можно достичь большого успеха. Ну и вот если нас еще слышат Drummer Girls, если они еще на связи, вот насколько долго трудиться приходится для того, чтобы организовать выступление, для того, чтобы разучить какую-то одну композицию, то есть сколько часов репетиции нужно потратить, для того, чтобы слаженно звучать, потому что одно дело самому задавать ритм, а другое дело, когда с тобой еще несколько человек выбивают этот же ритм и создают какую-то композицию. Во-первых, каждый должен свою композицию разучить хотя бы по неделю, чтобы это учебно каждый день, значит, около месяца, чтобы разучить полностью свою композицию хорошо. Потом еще около месяца, ну, может, поменьше, вы должны сложить ее, ну, сколько у вас там человек, и сыграть ее как можно слаженнее, главное попадать в ноты и не мастер. То есть, получается, прямо месяц нужно для того, чтобы одну композицию разучить вот на троих, чтобы слаженно звучать, да? Да. Ну, насколько она должна быть длинная? Бывает на один листик, это можно и сыграть сразу, но надо ее тренировать. Бывает на четыре, пять, больше, бывает больше нот на листе, поэтому, чем больше композиции, ну, чем дольше. Ближайшие вот ваши планы, я знаю, что вы собираетесь принимать участие еще и в международном конкурсе, и для этого конкурса требуется записать свое выступление. Вот есть ли уже такая запись, и вообще, как продвигается завоевание мира? Нет, в дальнейшем еще, в принципе, планируется. Мы будем участвовать в международном конкурсе, где надо записать видео со своим исполнением, ну, на барабанах, с песней, и отослать. И в 2022 году мы будем принимать участие в государственных конкурсе ударных инструментов. Это государственный конкурс имеется в виду в Латвии, да? В латвийский? Да, там вот ударные инструменты, ансамбли. То есть вы сейчас уже готовитесь к этому мероприятию, уже разучиваете композиции, уже полны решимости, настроены на победу. Да. Как много вообще в Латвии такого рода ансамбли, которые состоят из ударных инструментов? Я вот, например, до этого не слышал. Мы тоже еще не знаем, не слышали. То есть практически получается, что у вас нет конкурентов на этом поприще? Нет, у нас есть одни конкуренты, которые с нами соревновались во время этого китоверца. Да, и нам было тоже интересно послушать, как они играют, ну, как они играют на каких инструментах, ну, и сравнить друг друга. Насколько то, что вот вы одного возраста, вот все девочки, вот вы понимаете ли друг друга с полуслова, насколько это помогает вот общаться, общаться, ну, вот я имею в виду вот это дружеское, ну, присутствует ли дружеское общение, или вы собираетесь просто, ну, как в группу просто для репетиций? Нет, у нас дружба хорошая. Мы вот уже 4 года. Сначала в музыкальных инструментах всегда вместе, даже 5-й год мы всегда вместе. Мы после ансамбля, может быть, соберемся, бывает, куда-то сходим. Даже насчет полуслова мы друг друга можем понять с улыбки. Ну, при педагоге, может быть, что-нибудь друг другу сказать, то, что, например, неправильно играешь. Понятно. Ну что же, желаем вам удачи. Спасибо большое за то, что принимали участие в нашем сегодняшнем утреннем шоу. И спасибо вам, Тамара, за вашу работу вот в конкурсе Kids Awards, который открывает новые интересные имена, и такие вот талантливые участники становятся известными не только в Латвии, но и в мире. И я напомню, что сегодня с нами были участницы коллектива «Драмер Гёрлс» — это Елена Богаченкова, Эва Оппола и Вероника Лосева, а также педагог по вокалу, вот один из организаторов конкурса Kids Awards, Тамара Цауркубулы. Спасибо вам большое. Спасибо. Хорошего дня, удачного. И успехов желаем, конечно же, конкурсу Kids Awards в будущем году, чтобы все прошло еще лучше. Спасибо большое. До свидания. Спасибо большое. До свидания. До свидания.